сегодня передо мной очень сложная задача рассказать про то никто ничего не знает вот поэтому несколько таких вводных моментов которые обязательно надо учитывать чтобы правильно воспринять то что я буду рассказывать я не являюсь никаким специальным специалистом по аутизму я не веду никаких исследований я не собираюсь статистику не отношусь никакому научно-исследовательскому институту и буду рассказывать о том что сам считаю актуальным о своих наблюдениях и я не готов большую часть своих слов чем-то доказать подтвердить поэтому не факт что это так она есть как я рассказываю поэтому прошу отнестись к этому с пониманием и вопросы которые будут возникать я думаю лучше сконцентрировать в конце чтобы чтобы мне самому не сбиться потому что информация очень много и она не очень структурирована потому что у меня в голове нет какой-то как поездовый ген например четкой концепции поэтому она будет где-то вот так вот кусочками ну пытайтесь уследить за мои мысли так про аутизм и сегодня да поговорим к самому этому слову и термину мы придем чуть позже пока я хочу поделиться своими наблюдениями которые стали возникать у меня когда начал работать психиатр но 20 лет назад когда я начинал работать это была большая редкость и дети с подобным диагнозом проходили у нас в стационаре ну допустим раз в год два раза в год и это связано и с особенностями диагностики но и наверное все таки с особенностями распространенности тогда и сейчас у меня никогда не было какого-то специального приема для детей с аутизмом они приходили в обычном порядке как и дети с гиперактивностью с неврозами заиканием всем остальным и я работая с ними как обычно собирала на нас расспрашивал родителей и относился к этому заболеваниями как к обычному диагнозу со своими какими-то причинными факторами предпосылками патогенезом динамикой лечения прогнозами и у меня стали возникать какие-то свои впечатления которые не всегда совпадали с тем что написано в литературе и многие моменты о которых мне говорили старшие товарищи вызывали у меня сомнения и со временем я просто стал больше полагаться на свои собственные наблюдения уж не знаю насколько это правильно или неправильно с вами ими и поделюсь что с этой информацией делать дальше решать и так описывать это состояние стали давным давно еще начале двадцатого века и описание это настолько размытое что применимо к огромному количеству и обычных детей обычных людей и сказать аутизм это по сути не сказать ничего поначалу само слово это появилось из-за того что дети которые попадали в поле зрения специалистов занимающийся этим а вот сам себе то есть дети как замкнутые не очень контактны но такое бывает при огромном количестве самых разных состояний заболеваний и очень долгое время но существовал термин синдром камера и вообще когда какое-то заболевание называют по имени его открывшего человека сразу становится понятно что про него никто ничего не знает это описание что под этим лежит неизвестно и долгое время этот термин так и существовал потом появился синдром аспергера тоже некая писательная характеристика на тот момент двадцатом веке не существовало методов исследования которые позволили бы заглянуть в механику этого и когда эти исследования стали появляться то стало больше разных вариантов и понимание того что же это за процесс по поводу терминологии много 7 терминов мы упомянем мы потом расскажу как я это понимаю ранний детский аутизм просто аутизм атипичный аутизм аутистический синдром расстройство аутистического спектра аутистические черты пара аутизм огромное количество разных терминов я сформировал к этому свое отношение с вами поделюсь так вот да такие дети поступали приходили на прием с направительным диагнозом аутизм под вопросом и сбор анамнеза уже давал некую пищу для размышлений но обычно мы психиатры спрашиваем а были ли родственники с какими-то психическими нервологическими заболеваниями расстройства так вот в отличие от многих других детей с психиатрическими диагнозами большинство родителей говорят что ничего подобного не было ни у кого и меня сразу насторожило вообще психиатрии это какое-то метод отношения если как это наследует потому что если ребенок с направительным диагнозом шизофрении явно складывается впечатление то там масса родственников как минимум непростых по характеру и я просто начал задавать другие вопросы а что еще было в роду и с удивлением обнаружил что у огромного количества таких детей есть родственники у которых были какие-то сбои в работе иммунной системы у каждого второго практически сахарный диабет второго типа у бабушек и дедушек псориаз можно аллергические реакции рассеянный склероз неспецифический язвенный кали и тому подобные ревматоидные какие-то вещи но это тоже стало не сразу очевидно но такое наблюдение сделать пришлось вот следующий момент на который тоже пришлось обратить внимание это период относительно нормального развития поначалу когда с такими детьми сталкивался мне говорили да это просто одна из разновидностей перинатальной органики это все было вот этот диагноз рцом пресловутый резидуальный церебрально недостаточно беременность роды но вот проявляется попозже почему попозже не было понятно со временем не стало очевидно что большинство таких детей они действительно имеют период действительно нормального развития и просто взять так вот все за уши притянуть беременности родом уже просто не получается потому что есть дети родители которых настолько ответственно к этому подходит лучшие роддома лучшие клиники лучшие специалисты наблюдающие детей на первом году жизни и действительно придраться бывает совершенно не к чему и для меня стало очевидно что эта проблема вряд ли врожденная поскольку период относительно нормального развития достаточно большой год полтора два года потому что существует много дней с генетикой у которых есть сбои в строении количестве хромосом строение хромосом внутри хромосом и это тоже может проявляться нарушениями развития но это как правило при генетике становится очевидным гораздо раньше первые полгода жизни уже ребенок начинает четливо отличаться от других и тут ситуация совсем другая когда ребенок уже некоторые дети даже фразами начинают говорить ничем не отличаются от сверстников в год-полтора а потом с ними что-то происходит трудно назвать это врожденным фактором следующее наблюдение которое довелось делать поначалу 10-15 лет назад было очень много лет детей которые попадали в поле зрения в возрасте 5 6 7 лет то есть и не лечены естественно ничем да с одной стороны такая печальная история когда родители но они не знали что делать с ними с такими детьми и удалось увидеть много детей которых спонтанная динамика то есть без всякого лечения такая контрольная группа что делать если ребенка не лечить и у подавляющего большинства таких детей динамика развития все равно было положить то есть они постепенно улучшались по всем своим параметрам и возникло впечатление что это какие-то остаточные явления какого-то события то есть вот слово резидуально нас используется для обозначения понятия остаточное явление это очень важное наблюдение поскольку многие психические расстройства они имеют так называемое про градиентное течение то есть симптоматика нарастает усугубляется сюда относятся шизофрения эпилепсия органическое поражение с психоорганическим синдромом здесь же все наоборот и ребенок потихонечку становится лучше довелось видеть несколько уникальных случаев когда ребенок попадал в поле зрения возраста 12 лет 14 лет когда эти события в жизни случились давным-давно его никто ничем не лечил он жил где-то в деревне учился в школе для детей с умственной осталостью как правило заговорил в 12 лет и когда я в 14 лет на него смотрю вообще очень трудно к чему-то иногда придраться кроме задержки развития в общем-то никаких диагнозов у ребенка и на тот момент и не прослеживается тоже стали возникать сомнения в том что это какое-то текущее заболевание и стало возникать впечатление что это какое-то событие которое отразилось на развитии но потом со временем потихонечку даже само по себе без всякого лечения есть тенденция к улучшению и восстановлению ну следующим наблюдением наверно одно из самых для меня важных это снова обнаружение некой связи состояния таких детей с работой их же собственной иммунной системы и чем больше я рекомендовал анализов на исследование иммунной составляющей таких детей тем больше там обнаружилось патологии причем со временем стало появляться достаточно много детей которые ну вот как бы с подозрением на аутизм но вот такой вот он вроде сомнительный и если явной патологии в работе иммунной системы таких детей не выявлялось то они как правило и уходили потом в категорию обычных детей с сдвг задержкой развития без артрии ну и динамика их состояние она конечно была совершенно другой гораздо более быстро легче корректируем неврологами и да у меня неминуемо возникло впечатление о связи иммунной системы и нервных таких детей ну и до сих пор я наверно далеко не все факторы могу увидеть которые в иммунной системе которые влияют на нервную но и таких направлений уже несколько но и на многих конференциях у многих источников исследованиях эту связь все уже начинают видеть прослеживать и нее даже влиять и если да и еще такой момент очень важный я буду рисовать карту мозга и показывать за что какие зоны отвечает и как это проявляется в клинике такие дети демонстрировали такие симптомы в клинике которые раньше было ведь очень сложно и где сейчас буду в этом говорить суть многих нарушений связано с нарушением сенсорной сферы а это специфические зоны мозга которые в общем то раньше их повреждение увидеть было ну практически невозможно не было каких-то заболеваний которые вы могли эти зоны повредить и то что ребенок делает плане клиники как выглядит было действительно очень уникальным и 20 лет можно было увидеть крайне тяжело и были такие проявления но я об этом буду говорить отдельно кататонический синдром который до сих пор во многих учебниках психиатрии имеют однозначную принадлежность к психическому расстройству ну если нас так научили если мы это видим это принадлежит только одному диагнозу куда деваться приходится этот диагноз устанавливать и из-за этого многие дети на мой взгляд получили не совсем правомочные диагнозы со времени надеюсь все-таки удастся психиатром эти все вещи разграничить и разобраться и так все эти наблюдения если подытожить то могу сформулировать то что я думаю об аутизме на сегодняшний день таким образом я считаю что это заболевание приобретенная происходит разворачивается но чаще всего на втором реже на первом реже на третьем году жизни чаще всего это период полтора-два года на мой взгляд это заболевание связанное с конфликтом между иммунной и нервной системы это такое очень общее понятие я попробую в нем разобраться проявляется реализуется этот конфликт через митохондриальную дисфункцию как я думаю то есть это достаточно специфический механизм мозговой дисфункции которые раньше был описан разве что только генетиками есть такое заболевание генетическое митохондриальная недостаточность в данном случае да я думаю что это что-то похожее это заболевание но не прогрессирует но в любом случае без лечения реабилитации медленно на фоне лечения реабилитации гораздо быстрее имеет способность тенденцию устранению это можно лечить и исходя из этого у меня появились определенные мнения относительно того как это диагностировать что обращать внимание как это лечить и как это реабилитировать что касается схему потом буду рисовать что касается причин очень много вокруг информационного шума всякого разного какие-то политических движений ну и одном случае про прививки сейчас говорю в этом очень сложно находиться с этим как-то взаимодействовать дискутировать запустить конфликт между иммунной нервной системой может любой фактор который воздействует на иммунную систему есть мнение что иммунная система ребенка на втором году жизни у некоторых детей перегружена испытывают большие трудности в работе и хватает любого незначительного иногда фактора чтобы обрушиться этим фактором может быть все что угодно то что влияет на на иммунную систему это может быть вирусная инфекция любая грипп не грипп неважно ротовирус ровно виду при на вирус ротовирус очень часто до фигурирует это может быть несколько из детей у которых все это случилось после ожога ожог не сильный первой степени но достаточно большой по площади все врачи знают что ожог это разрушение клеток они попадают в кровь на них реагирует иммунная система и вот этого фактора может быть достаточно для того чтобы иммунную систему обрушить стрессы сильные стрессы ну сильно это какие землетрясения авария отрыв от мамы в садик ну вряд ли такой уж сильный стресс если втроем держали когда брали кровь может быть да это выброс кортизола это активация опять-таки иммунной системы это тоже фактор который может спровоцировать но стресс должен быть достаточно сильный прививки до прививки это мощный фактор влияющий на иммунную систему и если система нет иммунная на тот момент была у ребенка чем-то скомпрометирована да и прививка может послужить последней капли которая может обрушить функцию иммунной системы и начнутся проявления в людище как ауте я наверно далеко не все факторы упоминаю но так или иначе я думаю эти факторы должны быть связаны с воздействием на иммунную систему и тем самым что происходит что происходит не не знаю вряд ли кто-то знает пока у нас на планете но появляются те или иные факторы возможно вырабатываются какие-то аномальные антитела может быть есть мнение что это нейроинфекции и медленные нейроинфекции вызванные вирусами герпес группы и сами по себе эти вирусы размножаясь в нервных клетках блокируют их функцию возможно они вырабатывают какие-то токсины которые отравляют клетки мозговой ткани и не дают им нормально работать вот не знаю какой конкретно здесь происходит механизм но по концовке нарушается обмен энергии в митохондриях нервных клеток это трудно доказать есть из статьи которые это подтверждают есть те которые это не подтверждают но на правду очень похожи потому что митохондрии снабжают энергией все клетки нашего организма мозг это очень энергозависимая субстанция очень энергозависимый орган потребляет 20 процентов потребляемого кислорода и окислитель как раз митохондриях при том что мозг занимает два процента от массы тела естественно нарушение мы там ярче всего и увидим но как часто бывает родители часто жалуются что у таких детей вообще выносливость снижена у них мышечный тонус недостаточный них эндокринная система начинает хуже работать по сути весь организм начинает страдать от недостатка энергии ярче всего это просто заметно мозги ярче всего это заметно именно по функциям которые которые отвечают кора кора самая энергозависимая субстанция именно там нарушение мы увидим в большей степени то есть я к чему веду что какие-то события в иммунной системе приводят к нарушению обмена энергии в мирных клетках какие прям конкретные основные факторы здесь могут ну я может быть как-то лично недолюбливые вирусы герпес группы но наверно не один их стал последнее время очень много вирус экштейна по герпес шестого типа цитамигаловирус ну первый второй тип не так сильно винят 7 8 тип на них тоже сейчас проводят диагностику но вроде как они тоже сильно не под подозрением ветряночный вирус но вроде как тоже претензий особых нет и вот к этим вирусом есть масса вопросов они не они очень широко распространены считается что до 75 процентов населения вообще является их носителями они передаются воздушно-капельным путем бытовым путем контактным пищевым точно так же как вирус грипп это большие крупные вирусы длинка содержащие с белковой оболочкой они похожи на вирус гриппа похожи на вирус иммунодефицита человека кстати это все медленные инфекции и они не всегда скорее редко вызывают куда клиническую картину поэтому считается что это не эпидемия и не проводятся никакие противоэпидемические мероприятия садики на карантин не закрывают хотя с целыми группами дети стали болеть тоже развалой вируса герпеса 6 типа и наверное со временем эта ситуация будет пересмотрена это позволило этому вирусам безнаказанно распространиться в популяции в огромном количестве они живут в нервной системе ниже нервных клетках они могут при нормальном иммунитете не вызывать заболевание но при этом это хроническое носительство персистенция называемая и если по каким или каким-то другим причинам иммунитет упал а мы с вами уже проговорили да это и ротовирусы и ожоги и прививки все что угодно это может быть вот тут эти вирусы могут сработать не знаю как но они либо они расселяются по нервным клеткам и там живут и блокируют функцию либо выделять какие-то токсины либо находясь в нервной ткани и мимикрируя под нее адаптируясь маскируясь под антигенный состав нейронов могут вызывать на себя аутоагрессию это очень легко вирус собштейна бар на самом деле считается самым ну одним из самых способных вызывать именно ауто какие-то процессы аутоиммунные и вот эти вирусы на мой взгляд могут провоцировать сами по себе будучи фоном развитие аутистической симптоматики я всем детям рекомендую которые ко мне приходят найти вирусы обследования с ними тут в прошлый раз и говорил об этом да есть пцр есть иммуноферментный анализ мне достаточно увидеть антитела к ним чтобы сделать вывод о том что связь здесь может быть я не могу утверждать что она есть и прямая но по опыту могу сказать что дети которые получают противовирусную терапию дают положительную динамику в той или иной степени если эту противовирусную терапию еще и проводить достаточно полно достаточно мощно более того еще два наблюдения которые я забыл вам рассказать есть дети которые имеют аутистическую симптоматику и если они чем-то заболевают у них подниматься температура они выздоравливают от аутизма на тот период пока у них высокая температура вот это что за заболевание вообще такое в институте меня этому не учили я когда слушаю родителей я понимаю что вроде они не бредят и говорят правду теперь-то мне становится понятно что такое да действительно возможно более того когда я услышал на конференции информацию о том как американцы пытаются лечить аутизм листами поначалу это вызвало тоже некую такую оторопь однако потом стало понятно что тут опять таки монологический механизм и такие наблюдения не тоже в копилку какой-то иммунной теории складываются и вызывают желание связать иммунную нервную систему вот то есть первая группа факторов это вирусы герпес-группы которые можно диагностировать их можно лечить если удается это сделать то дети получают хороший бонус в плане развития вторая группа факторов это кишечник про это общая дельность исследования много факторов здесь кишечник очень очень тяжело исследовать до последнее время появились методы хроматомаспектрометрии которые позволяют увидеть кто там живет и действительно ребенок ко второму году жизни может иметь ну так называемый проблемный кишечник или дырявый кишечник с повышенной проницаемостью а вот это могут как раз провоцировать и дисбактериозы и глютен с козеином они действительно в нашей пище переизбыток глютена он везде на каждом шагу и сама по себе вот этой клейковина она обладает способностью нарушать функцию кишечника и повышать проницаемость кишечной стенки поэтому неправильная микрофлора нарушенная проницаемость стенки кишечника постоянная нагрузка на иммунную систему из-за этого потому что через повышенно проницаемую стенку кишечника в кровь попадают недопереваривание белковые фрагменты на них активируется иммунная система а последнее время в пище стало очень много продуктов генетически модифицированных и вполне реальная ситуация когда иммунная система совершенно обоснованно вырабатывает антитела в какому-то белковому фрагменту есть вероятность что это же антитела будет подходить какого-то белковому фрагменту своего собственного то есть риск аутоиммунизации здесь тоже присутствует поэтому да какой-то иммунный фактор который падает уже на кишечником скомпрометированную систему тоже может дать точно такое же воздействие на нервную систему и вызвать в том числе клинику аутизма и для меня сейчас дети начинают делиться уже на несколько категорий от кого-то из врачей я слышал такую про митохондриальную дисфункцию что бывают дети генетические дети воспалительные а вот эти вот воспалительные дети с проблем иммуностями они тоже делятся на дети с вирусами дети с кишечником и дети у которых есть и то и другое это конечно самый благоприятный вариант и сейчас для меня кажется очевидным что первое что надо сделать с подозрением на аутизм установлены для это разобраться функции иммунной системы можно работать и с кишечником и с вирусами если удается порядок там навести то ситуация может радикально улучшится здесь надо понимать что динамику можно оценивать в лучшем случае через восемь месяцев через год потому что на мой взгляд это все-таки подтверждение более аутоиммунной теории неправильно антитела выводятся то есть если мы перестаем иммунную систему чем-то раздражать выбираем этот фактор противовирусными препаратами то антитела просто циркулирует какое-то время в крови потом они элиминируются уходит и вот тогда нервная система разгружается это воздействие системы и мы видим улучшение в клиническом состоянии да далеко не все наверное эти иммунные ситуации я вам описал наверное со времени будет выявляться что-то еще будут появляться какие-то дополнительные методы диагностики но вот это то что реально работает то что реально на практике можно исследовать это то что можно вылечить это то что действительно по моим наблюдениям дает положить про про тяжелые металлы стоит есть теория которая говорит о том что именно тяжелые металлы накапливаются в организме отравляют нервные клетки ну я честно говоря не очень в это верю потому что я видел очень много анализов на тяжелые металлы у детей с аутизмом и чего-то шокирующего я там не увидел тут чуть-чуть чего-то меньше тут чуть-чуть чего-то больше и я думаю что мы как и наши дети каждый день вдыхаем огромное количество тяжелых металлов они как зашли так и вышли попытка обвинить этот несчастный мертиолят который входит состав вакцин как консервант тимиросал еще американцы называют дает ртуть содержащий консервант который у некоторых детей вероятно на специальным ферментом там не расщепляется на две безопасные фракции может действительно где-то накапливаться и отправлять организм но эти дозы которые ребенок получает я бы наверное не назвал критическими тем более что ну вот если бы была какая-то статистическая я конечно не проводил статистику новую прививка аутизм анализ крови на ртуть ее там огромное количество пока меня не убедили эти анализы не увидели теории говорящие об интоксикации тяжелыми металлами и я наверное видел двоих детей у которых действительно вероятно аутистическая симптоматика была обусловлена токсическим воздействием тяжелых металлов но то что эти дети в интоксикации было видно еще до того как они зашли в кабинет печень перегружена трансаминаза высоченная печень выпирает из-под края реберной дуги кожа желтая видно что ребенок чем-то отравлен и да действительно в крови очень много тяжелых металлов и клинический я вижу симптоматику по сути отравления и выглядит это тогда зачастую как аутистическая симптоматика но вот два таких ребенка я видел и пытаться всех с этой точки зрения рассматривать я пока не возможно со временем анализы на тяжелые металлы дадут какую-то дополнительную информацию связь выстроится мое мнение такое я не склонен скажем так эту теорию осматривать как основной и так подытожив этот фрагмент еще раз хочу сформулировать свою точку зрения я считаю что в подавляющем большинстве случаев аутизма это конфликт между иммунной и нервной системы по разным сценариям развивающийся но по концовке все приводит нарушение обмена энергии митохондрии митохондрии это внутриклеточная органелла в которых вырабатывается есть каждый теперь мы можем нарисовать уже карту мозга и посмотреть как это проявить и следить так так я обычно рисую головной мозг ведь сбоку это коробочный полушарий лунная белый и затылочные височные там ножичок с подкоркой с лимбической системы это ствол мозга и спиной мы тут расположено около трех миллиардов нервных клеток в коре подкорки это очень много и в каждой нервной клетке есть есть митохондрия которая снабжает нервную клетку энергии если происходит нарушение обмена энергии то соответственно нервная клетка перестает работать она не погибает на никуда не девается но просто не работает и когда этих нервных клеток много они расположены в какой-то определенной зоне которая должна отвечать за какую-то психическую функцию мы увидим что эта функция не работает или работает не правильно то о чем я сейчас буду говорить по сути называется топической диагностика топика это расположение топография и по сути в мозге есть карта вы можете в интернете набрать карта мозга вам большие красочные картинки будут представлены на которых написано какая мозговая зона такая извилина за что отвечает есть карты очень полные но нам важно понимать несколько блоков за что они отвечают потому что от того в какой зоне мозга будет вот эта мозговая дисфункция мы увидим клинические те проявления которые будут служить жалобами родителей ребенка мозг развивался поэтапно это самые древние структуры помните филогенез онтогенез в школе все проходили и мозг условно говоря развиваться в таком направлении лобное дело самые свежие самые сложные самые такие социальные идеи самые устойчивые самые стабильные зоны это подкорка вы и вот это так называемый задний мозг это передний и за что отвечают лобное дело мы с вами отчасти уже знаем это произвольная анаторика зона брака здесь расположена воля мотивация целеполагания прогнозирование самоконтроль вся эта лобная дисфункция прошлый раз мы это обсуждали это сдвг височное дело это слух это зона вернике здесь есть так называемая эта зона отвечающая за понимание речи за распознавание речи на слух в теменных отделах тоже очень много корковых представительства анализаторов сейчас точно не вспомню какие точно но где-то здесь расположены ну вот затылочное дело это зрительный анализатор у нас 7 органов чувств 7 анализаторов шестое чувство этого тоже из прошлого века подачи не знали про 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 активный анализатор слух зрение есть тактильная чувствительность это за центральной бороздой вот это зоны есть обонятельная чувствительность есть глубокое мышечное чувство осознание своего собственного тела вестибулярный анализатор еще какой-то вкусовой да может человек отвечает больше за координацию спинной мозг тут где-то ствол мозга это уже вся вегетатика зависимости от того в каких мозговых зонах будет мозговая дисфункция возможность митохондриальной от этой недостаточности мы клинически это так и и на самом деле родители предъявляя жалобы очень красиво описывают то что действительно в этих мозговых зонах происходит ну и какие самые наиболее частые жалобы которые предъявляют родители когда с ребенком приходит на прием с подозрением науке вот по моим наблюдениям нет речи это вот самая такая основная причем иногда речь есть но она не используется для коммуникации слух выкрикивает слова но для общения не используют я спрашиваю сразу спрашиваю а как он понимает речь ну понимаю но не но не всю не все вот в каких-то бытовых ситуациях с показом вот нашу речь да в этом понимает но я тут же говорю петя посмотри на меня подойди сюда как правило реакции от петени какие еще жалобы ну да вот эти часто описываемые истории там с выстраиванием игрушек в ряд с вращением колесиков уже меня начинают настораживать плане симптоматика не позволяет себя стричь мыть голову ходит по дому голый не позволяет себе одевать на улицу отказывается девать шапки перчатки часами готов раскачиваться на качелях все замерзли все устали всех уже голова кружится он еще пошел уже второй час а он не снижает темп откачается на качели избирательность еде есть только протертую белую еду например что-то в этом роде и все дюхает все нюхает прежде чем вообще с чем-то поконтактировать и нюхает когда перфоратор работает он даже не оборачивается но вот если домофон позвонили все истерика на полдня жалобы которые трудно так вот просто взять и сложить какую-то одну кучу и для меня становится понятно что речь идет о дисфункции формы зон мое наблюдение такое вот эти зоны они при допустим часто встречающихся гипоксиях родовых травмах каких-то они практически не страдают и вот немножко забегая вперед у меня я думаю допустимо такое понятие как аутистико подобный синдром у детей тяжелых органиков глубоко недоношенных которые в общем и целом сенсорика это восприятие сенсор у которых вот эти зоны просто недоразвиты и они в работу включаются позже второго на третьем году жизни поэтому родители описывают сразу такое большое запаздывание в развитии наступление понимания обращенной речи на третьем году жизнь и на втором году это выглядит как аутизм но это не приобретенная история таких детей может не быть никаких не вирусов не проблем с кишечником но просто идет замедленное развитие мозговой ткани вообще как так вот но чаще всего эта проблема она как раз приобретенная она не связана с гипоксия связано возможно с этими аутоиммунными событиями и с метехондриальной диспансии и вот сейчас я предложу скажем так свои критерии диагностики по которым я для себя решаю вопрос есть у ребенка аутизм или нет и посмотрим от чего зависит по сути диагноз речь пойдет о семи анализаторах 7 органов чувств 7 анализаторов как правило информация от органов чувств от ушей от глаз до мозга доходит и вот все эти методики сурдологические ксвп вызванные зрительные потенциалы говорят о том что проводимость по нервным волокнам сохранена до мозга все доходит но мозгу куда-то теряется спит на возле не обрабатывается и в каждом из семи анализаторов может быть два типа дисфункции первое это выпадение функции а второе это по сути ауто стимуляция предпринимаемая ребенком для для насыщения какими-то ощущениями и вот что касается зрительного анализатора когда этот анализатор работает недостаточно хорошо что мы видим родители жалуются на то что ребенок ну ему невозможно показать предмет далеко в ней или даже там на расстоянии далее пяти метров от себя некоторые дети вообще умудряются на стену натыкаться некоторые дети как еще можно не понимать зрительную информацию вот вот это уже вот про зрительный анализатор вот здесь гораздо проще говорить о вот этом втором варианте до ауто стимуляция дети действительно предпринимают гигантское количество попыток чтобы себя как-то зрительно насытить зрительный анализатор дает нам 80 процентов информации об окружающем мире мы очень сильно опираемся на него и дети когда недостаточно получают информацию зрительного анализатора они начинают сенсорить начинает ауто стимуляции они начинают действительно на разное расстояние глазам подносить предметы руки они пытаются тем самым меняя аккомодацию распознать какую-то зрительную информацию во вторых дети по-разному воспринимают статичные объекты динамичные объекты и иногда они статичные объекты действительно видят плохо и они постоянно все приводят в движение перед глазами трясут пальцами веревочками палочками колесики крутят и смотрят как они вращаются все что двигается им интересно все что не двигается им может быть они вообще может это замечать некоторые дети почему они в ряды все устраивают за восприятие вертикальных и горизонтальных линий отвечает две разные мозговые зоны то есть надо что-то смотрим вся эта информация через глаз по нерву доходит до мозга и там все складывается в одну кучу от права и от левого глаза причем еще картинка должна совместиться бывает так что ребенок вертикальной линии видит а горизонтальные нет он и будет постараться весь окружающий мир подстроить под себя сделать так чтобы ему его воспринимать было комфортно мы увидим стремление все выстроить в какую-то линию так он воспринимать информацию лучше и вот эта дисфункция зрительного анализатора она на мой взгляд бывает достаточно типично часто встречается и очень сильно детям мешает адекватно воспринимать мир в качестве жалоб это звучит достаточно часто ну и наверное здесь стоит сказать сразу про планшеты гаджеты и вот этот визуальный ряд многие родители говорят вот классно моему дали планшет он выучил буквы он значит там разобрался в этом все но это всего лишь зрительный анализатор это всего лишь плоский мир и как показывает практика дети не очень хорошо эту информацию переносят в реальный мир да там они эти цвета могут дифференцировать а если карточки с этим же самым контекстом дать бумажные не всегда у них это получается поэтому я бы рекомендовал не сильно этим увлекаться использовать это конечно для развития можно но все-таки это не более чем один из анализаторов и проблема заключается в сенсорной дезинтеграции мы глядя на мир или слушая его воспринимаем его по всем семи каналам это семимерный мир не трехмерный и все это в нашем мозгу складывается в некое функциональное значение объектов предметов мы понимаем их смысл время от чего да такие дети всего принимать кусочек так следующий анализатор это слуховой многие дети негативно реагируют на те или иные звуки причем здесь ключевым понятием является на мой взгляд чистота есть высокие низкие звуки есть разные тембры и дети иногда совершенно непредсказуемо на что-то реагирует вроде и звуков то особо не было а где-то лифт проскрепил не на той ноте и это то же самое что для нас с вами например там камнем по стеклу до или пенопластом для многих из нас тоже эти звуки неприятные и для детей тоже могут быть неприятными звуки но которые для нас обычная для таких детей могут быть неприятно они могут не реагировать на какие-то звуки да действительно иногда очень громкие звуки их вообще не заставляют никак обернуться даже зато какие-то шуршание бумаги иногда вызывают очень негативное ощущение вот но взамен ребенок может наоборот стремиться какие-то звуки издавать я бы так сказал звуки извлекать и бывает так что ребенок приходит в кабинет у меня есть карандашница и такой же пол все эти карандаши падают разным стуком и да ребенок может целый час этим заниматься высыпать их слушать как они гремят складывать в стакан брякать его или заходит какой-нибудь такой мастер начинать разные звуки перкуссии извлекать и живет в таком мире кстати позитив прозрительный анализатор еще такой момент запомнил один из пациентов был он словил вот эту фишку с игрой света и тени и с тем как лучи солнца падают и большая часть его интересов сводилась к тому чтобы это запечатлевать было мы выдавцами телефон и вот он именно свет тень лучи солнца зрительный анализатор он стимулировал именно таким образом получал это удовольствие и вот это вот зона верники очень важная зона она достаточно большая и она служит для распознавания речи такие дети речь слышат но они ее не вполне понимают и наверное я не знаю конечно как они это все воспринимают на самом деле но такое ощущение что они воспринимают нашу речь как иностранную или как сквозь вату или как погрузившись под воду под воду да и вот в таком формате слушает то есть они смысл речевых высказываний действительно не или совсем не поймать или не полностью понимаем и от них ускользает именно какой-то вот смысл этих звуков они не могут это привязать к названию предметов они не могут запомнить как что называется и если бы эта зона работала нормально то один и тот же звук воспринимался бы этой зоной одинаково и тогда бы ребенок эти речевые конструкции умел бы обрабатывать это видно уже в 6 месяцев когда у ребенка появляется лепетная речь значит он это услышал он это ли этот лепет не сам придумал он слышал речь взрослых людей вычленял какие-то типовые фрагменты зоны верники это все у него обработалась и он это начал произносить в виде лепет вот эти слоги мама баба ну и году он уже настолько сообразительно что может сложить из этого даже отдельные слова и привязать их какому-то объект и эта способность она утрачивается либо нарушается и дети перестают реагировать на обращение на имя и то что им говорят воспринимается очень плохо как правило дети лучше поднимают маму по понятным причинам потому что голос мама не знают лучше всех вот эти тембры дети начинают слышать еще внутриутробно причем внутриутробно они это слышат вот как будто они же в воде находятся еще и с обработкой вот такой вот и вот даже с таким фильтром они мамину речь уже на первом же внутриутробно понимают лучше соответственно они маму то и лучше понимает мама говорит да не он хорошо понимает речи все что ему не скажу он все делает замечательно почему у меня тогда не слышали на другие темпы совершенно моя речь для него иностранная и вот это очень типичная история называется это сенсорная дисфазия есть такие дети у которых все вот эти вот иммунные события привели только к нарушению функции вот этой зоны нет никаких других сенсорных нарушений есть только вот это нарушение но диагноз у него другой сенсорной дисфазии хотя механизм невероятно точно но очень часто это бывает таким составным компонентом внутри аутистической симптоматикой иногда даже не самый главный сам следующий анализатор вести буля ну предположим что где-то зона где-то здесь я сам я уж не помню это восприятие вести булярных угловых нагрузок поворотов наклонов вращений все помнят внутренние мухи лабиринт шарики ролики вот эти да это звук а вторая часть внутреннего уха это именно вести булярно ворсинки там такая гелеобразная субстанция вот-вот-вот есть такая специальность ото невролог это люди которые вот это как головоломка паза на шар головоломка не голого человека разных положениях поворачивать и закатывают шарики туда куда надо если они выпить человека пропадает головокружение вот дети могут не чувствовать вести булярных нагрузок их никогда не укачивают транспорте они сильно могут часами качаться на качелях хоть как-то пытаясь себя укачать хоть что-то пытаясь от этого получить парке майковского все дети идут шатаясь после карусели этот прям никаких никаких эмоций не вызывает или наоборот чуть-чуть избыточная вестибулярная нагрузка все ребенка тошнота тут же машине едет не у кого реже бывает но вот ауто стимуляция в виде частых качаний раскачивание она бывает достаточно часто глубокое мышечное чувство это так называемый проприоцептивный анализатор многие про него забывают когда подсчитывают количество органов чувств но действительно если вы закроете глаза и поднимите руку как ему каким образом вы определите что она воспользует не глазом и никак по-другому а именно через глубокое мышечное чувство во всех органах в костях связках в мышцах вот эти рецепторы расположены мы ими ощущаем давление мы им ощущаем гравитацию и дети частенько испытывают дефицит вот этих вот стимулов и они по сути не чувствуют свое тело и иногда они плане ауто стимуляции они поэтому на горшок не всегда понимают за что у них позыв возникает они не могут понять что с этим делать они не чувствуют этого и в качестве ауто стимуляции такие дети иногда очень и очень сильно обнимаются любят когда их обнимают отсюда возникло до тяжелое одеяло есть книга temple гранди мой опыт преодоление аутизма она там всю эту книгу пыталась изобрести сдавливающую машину которая должна была с определенной степенью обнимальная машина до которая исключительно с определенной степенью должна была вот именно ее и там где надо и так как надо обнимать и действительно у многих детей есть к этому потребности и многие родители интуитивно это чувствуют и сложно каких-то ситуациях дают ребенку противоцептивную нагрузку ребенок успокаивается и в это очень такой проблемный анализатор он очень важный он очень тесно связан с моторику с моторикой с ловкостью с умением располагать свое тело в пространстве немного надо работать следующий анализатор тактильный с ним тоже может быть масса проблем дети иногда не чувствуют боли не чувствуют холода не чувствуют тепла я знаю ну теперь это уже он старше меня человек который с аутизмом не знаю его себе ничего но когда это было 20 лет назад когда я увидел он был очень хорошо социально реагнитированный он был привычен каждый вечер принимать ванну и он набирал вам залезал шампунем с песнями с прибылками с удовольствием купался но если не было горячей воды он набирал полный ванну холодный залезал туда с теми же песнями и прибылками стуча зубами он также намыливался вот он разницы между теплом и холодом не чувствовал то есть он точнее так он ее чувствовал но не понимал то есть мозгом король не понимал тело-то его понятно оно мерзло поэтому сигнал и шел но в мозгу где-то терялся и такие спецэффекты бывают достаточно часто иногда дети не любят прикосновений они иногда домом раздеваются и не терпят чтобы не было какая-то одежда иногда им очень не нравятся какие-то фактуры но одежду одену вторую не одену потому что там ворс разный резинки бывают им очень некомфортно потому что они неприятно действует я думаю по этой же причине у них возникают проблемы со стрижкой волос прикосновения вообще голове с попаданием жидкости на лицо иногда такое описывают при этом ребенок взамен может испытывать дефицит проводить какие-то ауто стимуляции частенько дети что-то там в руках тискают жулькают набирают полные игрушки мелких каких-нибудь полные руки мелких из киндер-сюприза игрушек и ходят целыми днями так или они чем-то шуршат вот эти вот перебирают перебирают какие-нибудь пальцами объекты я расцениваю как некую ауто стимуляцию возможно ему не хочется менять вот это тактильное ощущение на какое-то другое и вот он его испытывает и хоть чтобы она таким оставалась ну как вариант жалоб достаточно много которые связаны с дефункцией именно тактильного анализатора вкусовой анализатор не знаю точно что там происходит но есть такое подозрение что ребенок в полтора года на каких вкусах он остановился такие он и воспринимает новые кажутся ему неприятными вполне логично и закономерно от них отказывается их избегает как вариант ну и в плане выбора продуктов такие дети иногда стремятся и что-то одно и то же именно потому что и возможно такой вкус приемлем некоторые вот происходят эти замены подмена одного анализатора другим они могут есть иногда еду не опираясь на вкусовые качества она оптические или на запах или на цвет есть дети которые не едят красные или я только белые крапинки попали в кашу все есть не будет то есть нарушение сенсорной интеграции приводит вот к таким заменам одного другим и я думаю с пищевым поведением это вообще многие детей гигантская проблема это осложняющее течение фактор который не дает нормально питаться всем организму в целом и мозгу в том числе это невозможно просто так взять и выключить невозможно иногда ребенка накормить возможно здесь имеет место еще и какое-то интуитивное питание попытка насытить себя какими-то питательными веществами через стремление к чему-то плюс есть зависимость если у такого ребенка глютена козеина то поскольку эти вещества имеют страсток опиатным рецептором на кишечник дырявый ребенок становится глютеновым наркоманом по сути и стремится есть только то что содержит глютен то есть на пищевое поведение влияет очень много факторов и это может выглядеть очень драматично и сенсорные нарушения здесь какую-то роль тоже так мы с точки зрения обонятельного анализатора на самом деле обоняние это первая пара черепно-мозговых нервов это одна из самых устойчивых сенсорных систем самых древних стабильных нарушение здесь бывает достаточно редко но тут либо ребенок сильно все обнюхивает либо запаха вообще не чувствует и никакой информации ему эти запахи не несут такое тоже бывает и для меня наличие любого из вышеупомянутых нарушений как далеко не все конечно есть всякие разнообразной тонкости но логика вы поняли то есть если родители в качестве жалоб что-то из вот этих дисфункций описывают для меня становится очевидно что это не последствия родовой травмы это не умственная отсталость это как раз какое-то событие приведшие вот дисфункции сенсорный зон ну я считаю что да это вот это вот иммунная ситуация и по такому критерию я отношу ребенка расстройство аутистического спектра и вот тут возникают сложности иногда приходит ребенок пять лет у него одна жалоба энурез он пришел на прием с энурезом сидит у мамы на коленках спиной ко мне и не слезает к игрушкам интерес не проявляет садике ну мама начинаю расспрашивать и она начинает говорить о том что да есть у него фрагментарные незначительно выраженные аутистические сенсорные нарушения и я понимаю что у него вот эта дисфункция случилась еще и в этой зоне и в ребенка энурез поэтому но это не основная его проблема бывает сложно родителям об этом сказать что на самом-то деле у вас ребенка тренируется это только одна из проблем а так это расстройство аутистического спектра и вот как быть с диагнозом поскольку диагноз то у нас один аутизм и вот как ему аутизм поставить ну и там где-то в сопутствующий раз поэтому в плане диагноза для меня и возникает такое вот предложение я считаю что все эти термина аутизма аутистический синдром расстройство аутистического спектра аутистические черты все это суть 1 просто разная степень выраженности и вот этой четкой границы между аутизмом аутистическим чертами нет но когда родители приходят ребенок он вообще не контактный он не в этом мире его его массивные по всем сенсорным системам нарушения ну как бы до диагнозом собой напрашивается и вряд ли с этим кто-то будет спорить а вот что делать если у ребенка чуть-чуть чуть-чуть каких-то проявлений они есть его лечить надо по-другому это специфика в плане диагностики лечения реабилитации но аутизма вроде как бы он он общается он речь понимают глаза смотрит какой же наутизм вот и возникают термины либо аутистический синдром той или иной степени выраженности либо аутистические черты но вот я для себя это понимаю все таки как аутистические физические события и для меня ключевым является именно сенсорное нарушение отсюда и возникло понятие аутистический спектр где с одного полюса дети с выраженными аутистическим проявлением по всем сенсорным систем другом полюсе дети у которых это под микроскопом надо рассматривать и собственно диагноз аутизм как-то не поставишь вот и по ним вот и возникло это понятие спектр ну или аутистический синдром тяжело выражены умеренно выраженный легко выражен тут вроде логика некая присутствует как со временем наши главные врачи и академики договорятся и будут это диагностировать не знаю как-то так следующий важный момент все то что происходит в митохондриях вот в этой зоне естественно происходит здесь поэтому мы у ребенка увидим еще и другие проблемы которые на мой взгляд вот внутрь сенсорных нарушений внутрь собственно аутистической синтоматики не входят и по ним невозможно производить вот эту диагностику нарушение в зоне ответственность за произвольную моторику нашими движениями управляют две зоны подкорка это наше автоматизированное движение поддержание позы ходьба какие-то привычные действия и произвольная деятельность то есть вот стою я сейчас и этим управляет подкорка вожу руками это кора и в норме уже году у ребенка угасают все подкорковые рефлексы какая полностью берет на себя функцию контроля ребенок два-три месяца он лежит да вот кроватки могут и проявления как бы катаконические но там это называют просто подкорковой активностью или еще не угасшими рефлексами и ребенок в год пошел в полтора года он ходит ходит на полность нормально а потом вдруг начинает ходить на цыпочках а когда радуется он начинает трясти руками или прыгать на месте вот это как раз дисфункция зоны коры отвечающий за произвольную моторику она как проявляется либо общей моторной неловкостью ребенок начинает натыкаться на углы падать он не может действовать мелкой моторика хотя бы раньше держать ложку карандаш как бы разучается то все делать вторых он встает на цыпочки это пирамидная недостаточность потому что здесь расположены клетки называемые пирамидными они огромные такие треугольные как пирамид гигантопирамидные клетки бэца и когда они плохо работают естественно контроль за моторика берет на себя подкорка надо как раз и выдает вот такие вот спецэффекты и когда ребенок произвольно по просьбе себя контролирует сидит что-то делает мы ничего подобного не видим как только он отвлекся перестал автоматическом режиме свое тело контролировать на эмоции на мультики или просто устал к вечеру он начинает скакать на месте трясти руками вот этот кататонический синдром является очень часто точкой преткновения для психиатров и вы нуждает их позволяет им диагностировать детский тип шизофрении поскольку вот этот кататонический синдром при шизофрении это я писал а дело-то в чем вот раньше был такой термин ранний детский аутизм сейчас уже практически не используют потому что возникает у всех сразу вопрос что бывает поздний взрослый самом деле бывает просто так это не называется но есть пациенты шизофрении у которых при течении заболевания нарушается функционирование дофаминов синапсов дофаминов синапсов это наибольшее представлено в лобных отделах и у них вот эта зона тоже начинает хуже работать и такие люди замирают в определенной позе у них могут возникать какие-то кататонические проявления на цыпочках они конечно не ходят но механизм деградации мозговой ткани уже вторичный приводит к появлению кататонического синдрома это достаточно специфический синдром который раньше только пришли финито и был описан но появились вот такие вот дети у которых это тоже есть но механизм здесь по моему другой и к ним уже не применим тот диагноз и которые мы говорим с разобрениями цель но многие психиатры со мной не согласны и если они видят это значит надо начать я же это отношу к дополнительному синдром который к синдрому сенсорных нарушений являются часто дополнением а иногда его может и не быть это совершенно не обязательно что ребенок аутизм должен скакать на месте или бегать кругами следующий синдром это зона брака это зона моторной речи артикуляция звукопроизношения и эта зона тоже может плохо работать таким детям тяжело живать тяжело тяжело артикулировать и они по сути называется это моторный дисфазии термин аллали разумно используют после пяти лет когда речи не моторный аллалия когда ребенок все понимает мне говорит сенсорная лавея когда он говорить то может но не понимает что говорит это вот такие грамматические правильные хололей но собственно речи не и сансомоторная аллалия дисфазия до пяти лет когда и понимание нарушенные собственно артикуляция частенько бывают такие дети которые говорить то могут у них артикуляция правильно вот понимание нарушена поэтому не как магнитофон записали куда-то потом воспроизвели но не поняли даже что сказать это механизм отсроченных эхололей взрослые психиатры их относят внутрь кататонического синдрома но на мой взгляд это не совсем так и это отдельный речевой синдром либо сенсорная дисфазия либо сансомоторная дисфазия не столь принципиально но это речевой речевые нарушения ну и собственно лобные отделы мы знаем что это самую извиненную зону подавляющее большинство таких детей плюсом есть сдвг причем этот синдром у них очень ярко выражен до в разы сильнее чем у обычных органиков которых сдвг является результатом родовой травмы гипоксии то есть эти дети очень импульсивно очень капризно очень непослушные по улицам с ними ходить одно наказание именно из-за того что их действиями управляют подкорковые стимулы но не сознательное контролирование своего поведения поэтому в общем и целом для меня складывается вот такая картинка с ребенком что-то происходит нарастает проявление митохондриальной дисфункции в коре больших полушарий это может проявляться основными четырьмя синдромами синдром сенсорных нарушений которые для меня является аутистическим речевой синдром в виде сансомоторной дисфазии моторный синдром по сути это вот кататонический синдром и синдром пирамидной недостаточности и сдвг и я когда пишу диагноз я его формулирую следующим образом для меня это мозговая недостаточность то есть да недостаточно функции мозга недостаточность какая резидуально то есть остаточное явление чего-то какого-то события я из этого термина убрал слово органическое потому что я думаю что это не органика и нет гибели нервных клеток нет там разрастание рубцовой ткани как после гипоксии поэтому основной диагноз для меня пока резидуально церебральная недостаточность которая проявляется в чем виде каких синдром я эти синдромы перечисляю аутистический синдром той или иной степени выраженности сенсорная или моторная дисфазия кататонический синдром если есть и синдром дефицита внимания тоже если есть я стараюсь располагать в порядке актуальности это зависит от представленности симптоматики и от того какие жалобы звучат первым да на первом месте особенно в два-три года расположен что и логично именно аутистический синдром потому что мы же помним вот эту линию да это самые уязвимые мозговые зоны это самый глубокий и когда с ребенком вся эта беда случилась он провалился по этой линии до какого-то уровня и как правило в два-три года на первом плане именно аутистическая симптоматика ребенок не контактны отзывают масса стимуляций и выздоравливать он будет по этой линии в ту сторону то есть первым уменьшаются аутистический синдром мы начинаем бороться с речью но не успели порадоваться что ребенок заговорил как он стал плохо себя вести лежал по толку и когда ребенок два-три года получают диагноз то там они через запятую аутистический синдром речевой моторный сдвг на последнем месте он еще никуда особо не бежит когда он пришел в пять лет то основной диагноз тот же самый видуально церебрально недостаточность только на первом месте сдвг а там у нр второго ли 3 там 3 уровня как исход сансомоторной дисфазии остаточное явление аутистического синдрома то есть диагноз тот же логика немножко меняется уже наполненность немножко другая и я пытаюсь пока так формулировать диагноз не знаю насколько это правильно мне хотя бы самому здесь логика видна и я стараюсь родителям тоже объяснять что такой диагноз позволяет выздороветь не является каким-то ярлыком приговором позволяет внутри этого диагноза синдрома менять степень выраженности и менять их местами вот поэтому причины вот такие умные симптоматика выглядит вот таким вот образом динамика этих симптомов она тоже такая что делать в плане вообще работы с такими людьми как им помогали первое что я вам уже пыталась донести это работа с иммунной системы работа с инфекционистом иммунологом гастроэнтерологом иногда в это выводит какие-то узко специфические вещи паразитологом эндокринологом но в основе эта работа с иммунной системой тут я как психиатр не помогу я сам не назначаю ни гастроэнтерологических препаратов не противовирусных считаю что этим должны заниматься те люди которые специально этому обучались я не считаю себя способным это назначить пока хотя можно научусь вот второе что делать собственно с этой митохондриальной дисфункцией это нервная клетка так примерно не изображает энергетическая станция да там происходит цикл крепца цикл трикарбоновых кислот результатом действия которого является выработка молекул а т.к. все про нее слышали все про нее знаю я не биохимик я это все не очень хорошо конечно помню с института и восстановить полный мир у себя в голове уже не могу но что-то там происходит в этих митохондриях и чем такого ребенка лечить на мой взгляд очевидно что чем то что влияет именно на митохондрии я стараюсь опираться все-таки на какие-то медикаментозные препараты есть великие могучие сайты которые предлагают разнообразное количество добавок каких-то аминокислот конкретных веществ есть так называемые митохондриальные протоколы которые призваны насытить митохондрии всем необходимым но очевидно что это препараты не из группы ноотропов не из группы рассасывающих о которых мы говорили прошлый раз да кортексин серебролизин и вот это стандартная неврологическая терапия вот такие детей как правило не очень срабатывает на мой взгляд по одной простой причине ноотропы заставляют улучшают проницаемость мембраны дыхание нервных клеток поставляют туда все необходимое но если не работает митохондрия то нервная клетка не ответит на эту стимуляцию и родители действительно такое часто описывают что назначили натроп положительного эффекта нет гипервозбудимость нарастает а потому что подкорка уже никуда не делается на тоже попадая часть на тропах подкорка простимулировали а кору нет подкорка более устойчивые там и митохондрии немножко по-другому работают поэтому из препаратов я стараюсь выбирать то что на мой взгляд может улучшить обмен энергии митохондрия сюда относятся витамины группы b сюда относятся левокарнитин коэнзим q10 которые являются энергетическим субстратом вообще всех обменных процессов нобелевскую премию за него когда-то дали это производные янтарной кислоты некоторым детям дополнительно помогает глицин лицетин какие-то аминокислотные комплексы и здесь к сожалению вот даже у меня в голове нет какого-то стройного протокола который бы позволял учитывать все и я до сих пор действую методом научного тыка подбором и к сожалению это до сих пор приходится делать потому что даже родители которым кто-то из врачей прописывал прямо из 7 пунктов митохондриальный протокол не описывают чудо случившегося чем больше препаратов тем хуже тем непредсказуемые взаимодействие непонятно чего какой эффект чего аллергия чего положить поэтому у любого ребенка все равно это приходится подбирать индивидуально это головная боль с которой приходится работать но внимательных родителей со временем появляется уже какой-то черный список белый список потому что есть аллергия то что ребенок переносит на что есть эффект с этим уже можно работать и информация она крайне ценная в таком случае но большинство детей все-таки что-то удается подобрать то что продуктивно работает и позволяет добиваться эффект полагаться полностью на эту терапию конечно нельзя некоторых детей она вообще не дает никакого эффекта и рано или поздно просто приходится отказываться у некоторых есть возможность только это и проводить да есть люди из области с деревенью которых никакой реабилитации доступе не существует в аптеку раз в полгода приехать они могут набрать препаратов и давать ребенку тут приходится по-разному выкручиваться вот есть мнение что таким детям может помогать ну кстати вы про безглютенную безказиенную диету это про первых это про работу с иммунной системы так называемый кетогенная диета то есть попытка обойти сбойный скажем обмен глюкозы и насытить нервные клетки энергии через кетоновые тела это другой обменный путь иногда такое действительно срабатывает но пока не так много информации о том как именно такая диета кетогенная срабатывает у детей с аутизмом эпилепсию успешно лечат многие формы этим методом может быть за ним будущее не знаю информации не так пока об этом много ну и кстати по воду забыл об этом сказать про безглютеновый безказиенную диету ну не надо их скажем так канонизировать я считаю да это метод лечебный который используется в том случае если у ребенка есть непереносимость глютена и козеин я конечно понимаю что есть анализы на западе которые более тонко вот эти козеиноморфины глютеноморфины позволяют отследить у нас этого стране вроде как нет но наличие в крови иммуноглобулина класса g глиадину и козеина для меня является основанием рекомендации этой диеты потому что как эти антитела вообще появились значит глютен попал в кровь неизменном виде это белок растительный которого нам быть не должно если он еще генетически модифицированный то как эти иммуноглобулина сработают непонятно если убрать глютен из питания 8 12 месяцев и лишние антитела уходят и ребенок спокойно дальше без этого живет через полтора два года можно снова начать есть глютена уже такого вида не будет сенсибилизации не будет если кишечник заработать нормальный не будет повышенной проницаемости вот поэтому такую терапию можно называть в какой-то степени эрготропной направлены на улучшение энергии наверное будут появляться новые какие-то протоколы новые схемы новые препараты пока все таком экспериментарном формате происходит если вы смогли это сделать устранить причину насытить нервной клетки энергии вот тогда можно приступать к реабилитации для того чтобы мозг чему-то научить он должен иметь энергию чтобы это как-то усвоить как-то запомнить и каким-то образом эту информацию впитать если в нервных клетках энергии нет значит и реабилитация будет идти со скрипом то есть я выступаю за комплексный подход иногда бывает даже так что провели курс какой-то эрготропной терапии после этого провели какую-то сразу методику реабилитационную надала хороший эффект если наоборот провести то эффект бывает совсем другой и из реабилитации методов существует огромное множество и мне в этом многообразии тоже приходится как-то ориентироваться но информации достаточно много от родителей что использовали что как работает но на мой взгляд все методики привязаны к какой-то конкретной зоне мозговой и должны проработать и прокачать какую-то функцию та которая ребенком была утрачена и нам заново надо ее восстановить и опять-таки вспоминаю вот про эту стрелочку на мой взгляд логично начинать с базы с фундамента с того все что является предпосылками а это сенсорик и по-разному эти методы можно называть появляются какие-то альтернативные названия но в моем понимании эта методика направлена на улучшение сенсорной интеграции это комплекс мероприятий которые позволяют каждый анализатор прокачать по сути и научить работать и во многим наверное все эти методики известны ну например вестибулярный анализатор ребенок не чувствует вестибулярных нагрузок целый час качается на качель он приходит на сенсорную интеграцию мы диагностируем дисфункцию с сенсорной зоны вестибулярным анализатором и в плане реабилитации что ему предложат качать и вот до тех пор пока его не качает два три часа может быть такой очень утрированный пример но задача в том чтобы дать ребенку возможность эти сенсорные стимулы почувствовать и прочувствовать и научиться с ними взаимодействовать и соответственно как-то планировать свое поведение уже с учетом я не специалист по сенсорной интеграции я не могу в деталях вам описать чем суть этих реабилитационных методик это вопрос мне ко мне тем людям которые сенсорику проводят но сенсорный зал вы представляете мягкие стены сухие бассейны и вестибулярные мужичковые тренажеры тактильные световые слуховые зрительные стимуляции начинают черно-белых квадратов заканчивая там светом музыкой если мозг готов восприятию этого то подобное занятие они во первых у детей вызывают как правило положительные эмоции они успокаиваются они насыщаются этими стимулами и они получают то что им необходимо и становится иногда после занятия прям даже на выходе уже более адекватно и это действительно на мой взгляд создаем базу адекватного восприятия когда ребенок по разным органам чувств складывать какую-то единую картинку ему становится понятен функционал предметов он понимает зачем они нужны ему легче запомнить название и я считаю что сенсорик это обязательный элемент реабилитации таких детей второй метод нумерация она произвольно тут я не могу на мне первое место вывести какой-то ну на мой взгляд это отдельная большая проблема это сенсорные связи и что с ней делать потому что речь это вторая сигнальная система половина интеллекта как минимум зависит от речи и непонимание речь сильно тормозит развитие таких детей на эту зону воздействовать очень тяжело но вот один из методов которые позволяют это сделать ну я верю что это работает это метод томатист терапии правильно говорит томатис в оригинальной транскрипции это метод аудио тренировки это не это не лечение это метод который позволяет создать условия чтобы ребенок проснуть при прослушивании звукового контента вынужден был напрягаться дополнительно и распознавать какие-то нюансы того что он слышит используется музыка используется мамин голос и ребенок вынужден напрягаться чтобы понять что же он там слышит используются слуховые аудиальные датчики и костный да и если правильно провести диагностику и понять какие частоты ребенок слышит какие не слышит а это очень сложно потому что если ребенок не говорит он не скажет и тут нужен нужна интуиция экспериментатора когда он заподозрить что вот этот звук ему нравится этот не нравится вот это такие штучные специалисты которые есть те кто хорошо эту диагностику проводят и хорошо формулировать программы для детей есть те которые не очень хорошо делают поэтому и результаты раз плюс разные аппараты существуют есть аналоговые есть цифровые ну меломаны знают в чем разница между винилом и компакт-диском разница гигантская действительно и вот с такими детьми на мой взгляд наиболее эффективно работают именно аналоговые аппараты там гораздо шире диапазон другая глубина ну кстати в домашних условиях полезно слушать моцарта на хай-фай аппаратуре это тоже будет дополнительным способом прокачать слуховой анализатор и улучшить распознавание речи вот ну и наверное третий метод который я бы тоже так вот отдельно выделил это и биотерапия на мой взгляд она в основном влияет даже не столько на сенсорику сколько на нас на планирование на соблюдение правил на мотивацию и это метод я не специалист по и биотерапии в тонкости даже даже не лезу есть специалисты по этим занимаются городе их уже очень много иногда вот этот метод бывает вообще тем форматом внутри которого мы можем проводить и сенсорику и тот же томатис и те же занятия с логопедом дефектологом и в разном возрасте это может быть может иметь разную актуальность но в возрасте 5-7 лет как правило когда на первый план выходит именно поведенческие вещи без этого наверно просто не обойтись это метод я бы так сказал не может быть единственным и он может быть очень значим и занимать много времени действительно многие дети в нем очень сильно нуждаются но на западе иногда только он есть видел я ребенка из финляндии мне подробно родители рассказывали как там это проводится там только и бей терапия не витаминов не витамином d там все хорошо его везде добавляют он там и в еде и в воде и везде никакой передозировки никто не быть но я видел таких детей на мой взгляд они реабилитированы недостаточно и можно было бы добиться от них большего если бы использовать сенсорику томатис устранять какие-то монологические проблемы нервные клетки энергии думаю от этого пользы было бы больше все о чем я вам говорю научно не просто наши друзья мы постоянно с ними потому что все в рот тащит и не видела никакой динамики методы биотерапии да он очень доказан есть исследования есть институты есть целая программа то же самое американцы сейчас пытаются сделать сенсорикой и таким же образом ее структурировать сделать провайзеров ну альфред томатис он ничего особенного не хотел он вообще лор врач занимался слухом пациентов но придумал этот метод он оказался достаточно неплохим и многим детям помогает я считаю его безопасным если это аналоговые звук как это может повредить есть такие отзывы да я не могу сказать почему так происходит может недостаточно была диагностика проведена может аппарат цифровой оказался может быть ну какие-то взаимосвязи мы актуализировались да действительно это не исследованы я говорю только о том что у меня есть положительные отзывы я считаю что можно этот метод и с нами не использовать у меня отзывы положительных больше ну 5 5 7 так какая-то у меня цифра в голове иногда специалисты кто это рекомендует рекомендует вернуться к первому курсу его повторить иногда второй но вот 5-7 курсов как правило такая цифра звучит может быть и стоит но там же есть там же есть диагностика там костная воздушная проводимость начинает кстати вот еще один момент о котором я забыл сказать часа обязательно про него расскажу вот это вот метахондриальная дисфункция ситуация когда мозгу не хватает энергии на мой взгляд центах наверно в 70 и 60 случаях провоцирует субклиническая активность это специфические изменения на электроэнцефалограмме доброкачественные перед те формы и паттерны детства депты или дэрды на мой взгляд они как раз хорошо иллюстрируют функцию мозга в котором не хватает энергии и это не предвестник эпилепсии это не риск эпилепсии со временем это само пройдет даже если это не лечить но иногда индекс вот этой перед формы активности бывает достаточно высоким и этот фактор сам по себе может тормозить развитие мозга иногда это требует лечения тут нет пока единых скажем так стандартов при каком индексе при активности лечения проводить надо при таком не надо иногда антикорбюсанты здорово детям помогают иногда наоборот они их тормозят бывают ситуации когда индекс низкий антикорбюсант назначен большой дозе ребенок хуже бывает наоборот ситуация когда этот фактор сам по себе очень значимое лечение недостаточно опять эффекта нет но это повод для того чтобы в каждом случае разбираться индивидуально вычислить эту активность можно только на мониторинге сна причем очень часто именно ночного днем действительно не всегда это показывает и бывают ситуации когда активными стимуляциями на тропами какими-то аппаратными методиками может быть даже некоторые ситуации с проведением томатист терапии могут эту индекс этой активности усиливать да возможно с этим связаны какие-то негативные моменты по большей части это дни не очень-то и опасно и как правило это сходит все на нет и меня поначалу пугало это эффективность когда я видел сейчас я не боюсь уже я еда часто вижу и чаще всего не назначают и конвульсанты потому что любой противосудорожный препарат это как гипс на сломанную ногу да может быть и необходим в гипсе особо не убегаешь когда он нужен тогда нужен когда не нужен тогда можно обходиться без него и наверно лучшая активность все-таки уходит на правильно подобранный зорготропной терапии когда энергия в мозгу появляется эта активность уход но с ней надо конечно быть на стороже руку держать на пульсе раз в год делать программу ночного сна если там это активность было или есть если клинически мы видим хорошую положительную динамику то вряд ли стоит это исследование повторять потому что скорее всего что там ничего не нарастает и клинически нужно это заметили торможение в развитии или отсутствие динамики да 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 один из методов которые позволяют многих детей создать условия для лучшего усвоения информации пожалуйста можно пробовать можно использовать ну это в какой сколько имеется ввиду и вообще подавляющее большинство таких детей ходят в обычные общеразвивающие садики даже что другое даже да я беру когда детей тридцать штук и вот такой ребенок в группе насколько влияет на реферитацию такое все зависит от и от конкретных от конкретных условий бывают замечательные педагоги которые без проблем берут такого ребенка под контроль и он с хорошей пользой и ходит во всем участвует ему не дают отлынивать ни от чего он не сидит в уголочке да не видит да да пока не видит пока не замечает но он получает дополнительную реабилитацию со временем начнет я считаю что нахождение ребенка в социальной среде ему полезно и дети у детей научатся иногда такому чему никогда не научатся в кабинете у специалист до ситуация когда ребенок туда пришел и весь день сидит тихонечко в уголочке педагог старается к нему не подходить лишний раз наверно она не полезна и тут зависит не столько там от профиля садика или от количества детей сколько от реакции педагога но многие дети ходят в общеразвивающие садики и неплохо там адаптированные это и бывает очень полезно назначают конвулекс для чтобы завести речь нет плеч подавить оперативность я говорю о том что у детей вот процентов 60 70 она есть но выявляется как гораздо меньшим процентом соотношениями и многие неврологи считают что она есть хоть мы ее не нашли поэтому если назначить ребенку конвулекс то скорее всего ему будет от этого лучше я думаю логика такая ну я стараюсь вот когда я вижу объективность на цифрограмме ночного сна я могу назначить если я ее там не вижу я чем можете помочь таким деткам все зависит от того что вы умеете и исходя из этого ну на самом деле да услышал эти три буквы какие-то элементы или методики из обе терапии конечно могут помочь этому ребенку прописаться в этом коллективе начать соблюдать какие-то правила и если участие непосредственная психолога как тьютер с этим ребенком приведет к улучшению его социализации замечательную свою работу сделали во вторых ну какие-то элементы мало групповой работы тоже бывают очень полезно чтобы два-три ребенка научить делиться игрушками не бить в ответ если игрушку забирают психолог тоже может наверное в кабинет увести троих с ними там позаниматься с таким особым ребенком вот есть фотосенситивная эпилепсия да и тут нужно аккуратнее быть ну в каком-то мягком формате сенсорика вряд ли помешает и спровоцирует их активность если перед ну да если перед глазами там как мелька не будут турист появляется черно-белый так про глистов до спорта а про температура пиротерапия ставили сульфазин пирогенал повышали температуру у меня есть подозрение что достаточно большое количество случаев как шизофрении так эпилепсии на самом деле являются клиническими проявлениями нейроинфекции и до активизируется иммунная система и шизофрения также другая немножко но речь идет о не неправильном диагнозе посыть никто не знает откуда берется шизофрения какова не причина но бывает гибель диагностика когда всех подряд шифруют и кто-то из таких пациентов выздоравливает каких-то других факторов то есть не всегда то что мы клинически видим как шизофрению и даже установить диагноз не гарантирует что это именно но я об этом говорю буду говорить на какой-то отдельной лекции да про все эти но инвалидность дают не по диагнозу по ограничениям жизнедеятельности у ребенка может быть заикание настолько выраженной степени что он может иметь статус ребенка инвалида так же как можно болеть шизофрении или эпилепсией сплошь и рядом и не иметь инвалидность приступы редкие валидность не положено ограничение жизнедеятельности есть на первой степени до 2 не дотягиваем инвалидность не положено поэтому это диагноза не зависит зависит исключительно от глистов глисты чтобы выжить в организме вырабатывают иммуносупрессор то есть какие-то факторы которые снижают иммунный ответ и кто-то это когда-то заметила американцы пытаются детям есть исследование подсаживают мышиных глистов которые в организме не приживаются а живут всего две недели а потом спокойно выводятся но при этом они находясь в организме вырабатывать вот эти иммуносупрессивные факторы и если речь идет об аутоиммунном процессе то его активность снижается и ребенок становится более адекватно и у меня есть такое наблюдение пытаюсь его как-то перепроверить дети у которых изначально статус иммунодефицитный у них симптоматика легче то есть иммунная система слабее отвечает на вот эти вот какие-то иммунные события и вреда для нервной системы меньше то есть это глисты то лучше не этих не вот которые вот но те же острица аскориды но это же тоже пониженный иммунитет что он постоянно их хапает конечно у всех детей с аутистическими расстройствами иммунитет заслуживает отдельного разговора и у каждого там спецэффекты да есть скажите пожалуйста если вот ребенок реабилитировался вот крутилась речь то есть видно что сушение можно ли говорить о том что из печально неправильно поставлен диагнозы да нет на мой взгляд как раз аутист лечится и речь и должна появиться нет есть конечно и те которые сняли диагноз и получается в разной степени аутизм проявляться то есть есть легкая полна средняя не как интеллект по моим наблюдениям подавляющего большинства детей с аутизмом интеллект не нарушен вообще способность оперированию информацию сохранена они проводят анализ они проводят синтез но они не могут интеллектом показать но чем более старшим становится ребенок тем легче он справляется с невербальными заданиями там кубики косы разрезанные картинки пазлы все это в лед вот но невербальный интеллект это только половина интеллекта и у таких детей со временем начальной школе часто мы видим интеллект невербальный по тесту вечера 110 баллов интеллект вербальный там 50 диапазоне вообще на грани с умеренной осталось огромная разница я считаю что интеллект это то что от мамы с папой досталось в плане характера и в плане интеллекта и у большинства таких детей предпосылки интеллекта сохранены но вся эта мозговая дисфункция не дает ему проявиться но по мере реабилитации такие дети вполне могут выйти в норму интеллекта и его показать у многих таких детей способность к абстрагированию сохранена но мы узнаем об этом только позже уже где-то там в начальной школе не всегда перед школой умственная осталось она в закладке она в антогенетике в большинство случаев умственной осталости это то с чем ребенок уже рождается рождается да это либо у мамы и папы там была умственная осталость и поэтому ребенку нет куда взять интеллект либо это хромосомный какой-то генетический сбой но интеллект можно повредить конечно но для этого должно быть либо длительно текущее прогрегиентное какое-то неврологическое заболевание эпилепсия, шизофрения демилинизирующие заболевания либо это должна быть грубейшая органика какая-то с психоорганическим синдромом а в данном случае и аутистическая симптоматика уходит и ребенок ярче начинает проявлять свой интеллект и у подавляющего большинства таких детей мы со временем интеллект видим когда я еще работал на Уралмаше мне доводилось участвовать в комиссии клиника экспертной и к нам поступали дети по направлению от военкомата как правило в 16 лет приписка а он наблюдался всю дорогу у психиатра допустим диагнозом аутизма и вот практика у нас такая что амбулаторно комиссия эта не проводится всех детей направляют на дневной стационар 21 день за ними наблюдают ничем не лечат потом собирается комиссия и ребенку устанавливают в диагноз ну забегая вперед диагноз аутизм ни во что автоматически не перетекает и вот мы сидим на этой комиссии перед нами сидит 16-летний парень мы его обследовали в стационаре сфолограмма норма интеллект 85 баллов он закончил 9 классов на тройке учится в монтажном колледже на какого-нибудь слесаря у него есть друг в подъезде живет они с ним вместе ходят гулять интересуются прослушиванием золотого граммофона какая-то да какая-то увлеченность такая у него при этом да мы видим что он немножко не такой немножко мимика недостаточно богатая живая речь бедновато используют какие-то вот одни и те же однообразные обороты внешний вид не очень на нем зациклен и поэтому не сильно важно как он выглядит и и вот какой у них диагноз по логике вещей психически здоров кондицировался в какой-то степени выздоровел и вот мы сидим и думаем какой диагноз поставить но все-таки обычно ставим какую-нибудь там резидуальная церебральная недостаточность все-таки станции личностной мере пограничной интеллектуальной недостаточной ну то есть тут синдром который присутствует как правило нет лучше в армии призвать троих с плоскостопием чем 1 все все эксцессы в армии это по недосмотру психиатра те люди которые потом кого-то расстреливают из автомата на самом деле там и не должны были оказаться а то аутизма же есть лекарства с пяти лет пожалуйста это хороший вопрос что-то я сам забыл про него рассказать хорошо про нейролептики да действительно назначают некоторые психиатры это делают как корректор поведения потому что когда ребенок пытается запрыгнуть на кондиционер который под потолком и его невозможно успокоить но иногда возникает желание хоть чем-то как-то его притормозить возникают вот сети там санопаксы тиралиджены хлопротексены неулептилы там ну или респалеп достаточно мощный корректор поведения некоторые психиатры считают что аутизм это один из вариантов шизофрении поэтому надо лептика в показаниях к назначению респалепта есть слово аутизм с пяти лет пожалуйста лекарство от аутизма изобретено я считаю что в подавляющем большинстве случаев таким детям корректоры поведения не нужны они спокойно могут обходиться без них со многим количеством детей можно справиться методиками поведенческой терапии и когда родители сами не заявляют потребности корректировать ребенка медикаментозно ну я стараюсь не назначать почему назначают другие врачи не знаю но есть у меня такое наблюдение оно конечно спорное но есть дети которые многими годами получают достаточно большие дозы нейролептика с изначально диагнозом аутизма и вот по моим наблюдениям если у ребенка есть сенсорное нарушение они могут усиливаться под действием нейролептика и ребенок как бы он вот в этом аутистическом статусе он как бы остается и тормозится в нем более того при попытке отменить нейролептик у меня есть несколько безуспешных попыток это сделать что-то происходит с рецепторами они как-то перенастраиваются и у меня такое ощущение что дети просто испытывают ну наверно какие-то болевые ощущения может быть на тактильном уровне может быть на пропиоцептивном но когда три недели нескончаемой истерики конечно приходится возвращать все обратно поэтому путь такой очень сложный и назначить легко на первых порах многие родители говорят да он стал спокойнее он стал лучше заниматься но в отдаленной перспективе это может иметь не совсем предсказуемые последствия поэтому я стараюсь по возможности обходиться без этого он тяжело переживает со взрослыми людьми и я вообще не представляю как они переживают вот есть несколько у меня детей кому не удалось пережить синдром отмены им пришлось вернуть обратно да такое было по поводу антидепрессантов ну мне доводилось видеть детей которые дали прям шикарную динамику кто-то на заловке кто-то на амитриптилине но логика она тут даже не всегда могу предсказать какая именно назначение антидепрессантов ну у амитриптилина например есть маленький дофамин стимулирующий компонент он чуть-чуть стимулирует как и стратера иногда дети могут оказаться ну немножко более собранными на фоне амитриптилина у некоторых очень выражен фабический синдром страхи тревога антидепрессант может это уменьшить за счет увеличения синтеза серотонина норадреналина и мы можем клинически увидеть что ребенок стал легче менять маршрут там ходить какие-то новые места ну может быть вот такая логика но нормализовать синтез серотонина можно и по-другому за счет нормализации уровня витамина D назначение предшественника серотонина трептофана такие пути на мой взгляд более безопасно а эффект дают не хуже но трептофан же нет в чистом виде или он есть? нет есть трептофан есть 5-гидрокситрептофан есть L-трептофан разные формы по сути все усваивается организмом и синтезируется из трептофана серотонин и мелатонин поэтому улучшается сон снижается тревожность улучшается настроение скажите пожалуйста если ребенок учебное поведение у него уже в течение его годов выработано он его где он вырабатывал там его проявляет приходит в детский сад и включает файл на 3 года а сейчас ему 5 то есть приходим допустим в спорт он включает другой файл а вот он не переносит тот опыт допустим учебного поведения туда где нужно вообще но на мой взгляд для этого и нужен переносчик чтобы он это перенес типа тьютер или вот психолог который вот вы придете в садик скажите вот у нас есть психолог пожалуйста сделайте так чтобы ребенок себя в садике вел так же как там у него просто закрепленное поведение он там закрепил это поведение какой нет следующий этап это это допустим если я иду с ним в спорт я начинаю с ним бегать я начинаю там говорить ты скажи ему как тебя зовут он такой как тебя зовут вот меня зовут Ян а ему вообще без разницы как его зовут по сути ну как-то в учебных вот этих группах то он видит хорошо коммуницирует вот этот навык вот как-то генерализация тут специалисты есть в этом следующий этап с вашим ребенком обращайтесь с поведенческим специалистами сейчас много ну то есть это тьютерство в прямом смысле ну специалисты это целая группа методов которые позволяют навык этот перенести экстраполировать на другие ситуации Антон Анатольевич я хотела спросить ну вот аутист садик пятого вида да это речевики да там как бы речевики такие как бы ну и есть на кого тянуться все ну и он кричит и воспитатели постоянно мне как бы жалуются а что он у вас кричит съедите к психиатру пусть он вам что-нибудь назначит какой-нибудь успокоительный ну я пытаюсь объяснить потому что мы наяве ходим все это занимаемся причина есть в любом случае причина есть вот но они как-то не хотят искать эту причину вот он кричит кричит как вы же правильно говорите что мы же не можем подавлять вот это это поведение то что он кричит это значит какой-то препарат работает какие-то зоны просыпаются видимо да и вот этот крик он когда-то перейдет в речь он перестанет когда-то кричать и мы экспериментировали мне это как бы советуют что он когда кричит вы не должны обращать внимание на него а в садике наоборот говорят Денис не кричи и он еще больше начинает кричать и это все все вот такая вот ситуация мы все живем в этом самом страшном китайском проклятии в эпоху перемен и до сих пор есть люди которые впервые сталкиваются с такими детьми что с ними делать есть те которые уже кого-то выпустили вылечили ну доносите информацию до педагогов ну получается что вот постоянно с ними как-то дружить объясняш а у нас могут вообще в последствии потом попросить из этого садика из-за того что вот он кричит и другим не дает заниматься они могут вас умолять могут чтобы вас шантажировать они все что угодно могут делать но выгнать не могут они просто могут выгнать вас через день ну да выжить могут вас а выгнать нет а скажите не планируется вот в дошкольном учреждении обучать при самому да да хороший чай не слышал я об этом но наверно вот психологи повышают свой образовательный уровень шли сами психологи да за эти садики уже можно быть спокойнее по поводу вопрос по поводу мрт метод магнитно-резонансной томографии это метод нейровизуализации то есть увидеть нервную систему кстати он не связан с лучевой нагрузкой это не рентген работает метод на анализе количество воды в тканях и позволяет увидеть те зоны мозга которые в которых воды больше в которых воды меньше и метод нейровизуализации может помочь нам увидеть строение мозга наличие в нем основных отделов и каких-то очагов повреждения нарушения сосудистого рисунка и на магнитно-резонансной томографии мы можем увидеть специфический признак который он на самом деле не специфический но чаще всего он с этим связан перевентрикулярная лейкоэнцефалопатия в виде мелких очагов и как правило это связывают с перинатальной ишемией гипоксией так вот у большинства детей с аутизмом ничего подобного мрт нет я считаю что таким детям мрт делать не надо то есть можно уговорствоваться тем о чем говорят родители какой основной прием да вы уже можете из их речи понять где поражение да они вам рассказывают что с ребенком происходит то есть мрт в принципе можно не делать есть такой метод он называется позитронная эмиссионная томография он основан на способности определенных мозговых зон усваивать глюкозу то есть мы как раз видим те зоны в которых не работают митохондрии то есть допустим ребенку дают вот этот специальный изотоп выпить в его организме начинают циркулировать это меченая глюкоза и например мы не даем послушать музыку и понимаем как видим на позитронной эмиссионной томографии как активизировалась зона слуховая начинаем читать книжку и по идее должна активизироваться зона вернике этого не происходит поэтому такой метод да он очень иллюстративный но таких аппаратов в стране очень немного это дорогое исследование главное что мы там увидим то что мы и так видим клинический глазом и вот эти сенсорные нарушения вот эту топическую диагностику можно провести и по анамнезу и глядя на ребенка на его поведение а если неглолог ставит а если неглолог ставит сенсомоторную логию а психиатр ставит аутизм причины одни и те же лечение одно и то же лечение одно и то же а вот эту сенсомоторную логию можно только на МРТ получается увидеть какие-то нарушения или нет нарушения в этих зонах могут быть разной разной причиной это может быть повреждение гипоксическое может быть повреждение вот этого аппарата аутоиммунное то есть причина может быть разная а зона повреждена одна и та же а вот от чего поражение на МРТ какие зоны начинают завиваться развиваться или а ресурсные зоны ну во-первых в тех же самых зонах достаточно много нейронов осталось которые в принципе потенциально могут организовав между собой новые синаптические связи взять на себя эту функцию во-вторых контрлатеральные соседние полушарии те же самые зоны могут на себя взять при наличии хороших межполушарных взаимодействий вот тут как ни странно нейропсихология помогает очень хорошо вот по поводу нейропсихологии вы как к ней относитесь ну я по поводу того что миелинового слоя не хватает ну нету на этих направляющих путях нейропсихология это наука отвечающая за взаимосвязи между разными мозговыми зонами в первую очередь между полушариями и между там височными лобными другими отделами и нейропсихология позволяет ребенку мозгом своим пользоваться более целостно и действительно по опять таки по данным мрт при нейропсихологических занятиях утолщается мозолистое тело то есть межполушарные взаимосвязи становятся крепче и это метод тренировки но он очень здорово помогает детям действительно продвинуться во многих моментах поэтому как вариант можно активизировать при помощи нейропсихологии вот эти дополнительные зоны а как заставить нервную ткань реабилитироваться и выстраивать новые синапсы это вот как раз нейрометаболическая терапия ну неврологическая там коротексин ноотропы то есть то что создает условия для образования новых синапсов то есть вот при таком очаговом поражении да действительно это помогает а целикс препарат не слышали? слышал? это по которой ехать у них есть осенька церебролизин коротексин цереброкурин и целикс да все суть одно совсем другое это вытяжка из головного мозга целикс из свиней по моему или из да а цереброкурин из коров из телят это все одни и те же примерно аналоги я про механизм рассказывал да попадая в организм они вызывают выброс факторов которые чинят нервную систему условно говоря то есть логика в этом есть ну да кому-то больше церебролизин помогает кому-то коротексин кому-то целикс наверное поможет ну это такой препарат то он что там внутри какие аминокислоты это фосфолипиды это компонент клеточной стенки он условно считается наотропом но по сути больше влияет именно на на проводимость на моторику у ребенка дцп чем буквы 5-6 лет ребенок он все нюхает и вот у чин буквы никак не может только например сейчас начали нюхать он что развивать то есть у него пораженная зона он вполне вероятно и да вы совершенно правильно описали метод такого замещающего по сути каждую букву пометить определенным запахом то есть когда что нехватка у него именно да какая-то зона не работает зато работает какая-то другая и он опирается на нее но как дети глухие слепые они используют другие анализаторы для реабилитации если запускается он раньше не воспринимал запахи сейчас все нюхает правильно все заработала уже какая-то зона а если непрерывно мягкую игрушку постоянно перед сном во сне посасывает язычок все типичная проблема это отражение какой-то сенсорной дисфункции он так сам себя сенсорит успокаивает да да по поводу связи аутизма и отсутствие общения с другими детьми с какой возраст ребенок должен общаться с другими детьми и почему первое если говоришь о том что ребенок не общается с другими детьми сразу любой врач ставит раз вот мое мнение такое аутизм диагноз аутизм это вообще не про общение это вообще не про это и речь идет о сенсорных нарушениях на которых базируется в изрядной степени невербальная коммуникация процентов на 80 мы друг другом общаемся мимикой жестами и тем что мы не говорим когда ребенок испытывает сенсорные проблемы ему трудно общаться именно опираясь на невербальный канал а если у него еще речи нет то а что такое вообще общаться для него поэтому он да не общается но не потому что он не хочет а потому что он не знает как это и это не может быть критерием диагностики аутизма на мой взгляд огромное количество детей есть которые не считают нужным общаться у которых родители не общительные и это такие дети характер такой может быть поэтому это не критерий аутизма есть такие которые прекрасно общаются но со всеми обо всем в театральных студиях но едят только белую манную кашу а поэтому общение тут совершенно вторичное оно может и вообще не страдать никаким образом взрослых аутистов помимо вашего этого еще какого-то у вас пользуют или какие они вообще вообще взрослые дома сегодня пойдете посмотрите на прохожих обязательно парочку встретите все равно видите динамику чудаковатые странноватые имеющие может быть какие-то свои специфические интересы недавно недавно приходил двадцати двухлетний человек полностью дееспособный самостоятельный живет отдельно самостоятельно работает где-то в магазине товар выкладывает он наблюдался диагнозом аутизм закончил школу 7 вида потом у него есть какое-то образование в колледже в техникуме а почему пришел потому что у него не получается познакомиться с девушками вот он пришел мне задал вопрос почему потому что у него мимики не хватает невербальных каналов коммуникации эмпатии не хватает он не совсем понимает чего от него хотят чего ждут вот это целый коммуникативный тренинг групповая может быть психотерапия которая просто его там научит и это навык который можно получить можно навык дефектологом логопедом дефектологом как-то общаться в этой же сфере что ребенка обучают диалогом ну конечно можно так взять другой вопрос потому что когда ребенок приходит от логопеда в детский сад он не переносит это он общается со взрослыми нет это я поняла что а то что с детьми на уровне если это логопед может устроить это было бы очень хорошо но вы говорите я просто лично если так не помешает логопед чему-то дополнительно ребенка научатся нет ну как бы если по телефону общаться там допустим как бы диалоги какие-то да конечно я вот сказал об основных методах тогда по моему мнению которые должны быть ключевыми базами это не отменяет возможности использования самых других самых разнообразных других методов иногда ребенок основной блок информации получает там от ипотерапии например или неизвестный случай когда ребенок ну вот все было у него хорошо кроме того что он не мог понять что такое горшок и как им пользоваться но вот ребенку 6 лет вот он ну не понимает и все завели дома собаку он однажды увидел как она это делает и у него в тот же день он понял бывают вот такие штуки вот есть такой метод он вот у них свой собственный авторский но на мой взгляд эта методика больше влияет на плотное дело не столько на сенсорику и она на мой взгляд срабатывает немножко позже когда создана уже база при помощи сенсорики томатиса и бей и когда ребенок уже говорит но с кашей во рту с нарушением грамматики слюнотечения вот эффект а если только вот звуки есть вот мы томатиса 4 пошли сейчас начали курс реотепии ну а я вот в реоцентре как раз вот здесь напал уже как нам стоит продолжать или ну нас уж начали наверно надо делать в таком случае и как вот можно совмещать томатис и чередовать и какой промежуток ну на мой взгляд лучше сначала несколько томатисов сделать а потом уже реоцентр значит между ними томатисов не включать нельзя да то есть реоцентр не добавлять то есть сначала пройти несколько курсов томатиса мы решили сейчас попробовать попробуйте попробуйте но там тоже промежуток годовой нам говорят что на томатис вот через полтора месяца еще приедет нам как он будет ну тут надо смотреть конечно на ребенка не знаю так что он не может ну а как у нас на прием если что-то посмотреть стоит не стоит не знаю приходите на прием посмотрим но куда не может ли такого быть что вот они сейчас после томатис не доделали все курсы начнут вот эту зону тренировать вот этими микротоками и у ребенка плохого поведения появится как правило нет они будут поздно эту зону вернее зону вот эту рано ее тренировать да может так ну бывает такая ситуация у ребенка зона брака работает он может артикулировать но у него не работает зона верники поэтому он артикулирует не словами отдельными буквами звуками и у него как бы вот своя речь там птичья да вот ему провели стимуляцию эту зону он стал говорить в разы больше мы на своем течении а предыдущие зоны не доработаны получается да поэтому такое часто родители описывают и я им говорю так это потому что мы вот это постимулируем а надо вот это попытаться постимулировать перенасыщение не будет а? а? да вот это томатиус а это риоцентр дкмп транскорнеальная микрополяризация Антон Анатольевич перенасыщение не может может быть это же вот все таки ток воздействует на мозг это же вот как вот эту вот грань вот тут не найти что-то не это 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 ежедневная головная боль как эту грань найти перестимуляция действительно бывает если на мозг нагрузка возлагается очень большая а он метаболически к этому не готов то мы можем получить какие-то негативные эффекты еще раз хочу напомнить что все что я вам сегодня рассказывал это моя точка зрения я не готов утверждать что но так оно и есть со мной можно по этим вопросам спорить дискутировать я не готов отрицать любые другие методы и может со временем выяснится что да на самом деле таких детей всех надо лечить каким-то специальным нейролептиком его найдут синтезируют и это решит все проблемы не 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 а